Музыка 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 Евгений, сегодня с утра, вчера начали земельные работы на территориях от парка Горького. Музыка Проводили незаконную выемку грунта. Под вечер, после конца рабочей смены прошел довольно сильный дождь. Сегодня утром мы, когда проходили мимо котлованов, скажем так, где вынимался верхний слой грунта, увидели на поверхности человеческие останки. Сначала мы увидели фрагмент верхней и нижней челюсти, после чего вызвали милицию и решили пройти дальше по вырубке вдоль дороги, вдоль строительного участка. И нашли множество, я подозреваю, нашли очень много останки. Самое смешное, что большую часть земли погрузили на самозвалы и вывезли в Яр. Никто не знает, что это за захоронение. Это может быть как немецкие военные захоронения, так и туберкулезное, наше туберкулезное кладбище. Если это туберкулезное кладбище, вот эта вся земля, которая выведена в Яр, я больше чем уверен, что там очень много человеческих останков. Сейчас пойдет дождик, ее все размоют и туберкулезная бацила пойдет на источник Харьковский 1. У нас будет в Харькове вспышка туберкулеза. Между тем, милиция не пытается приостановить работы. Санэпидемстанции я здесь не вижу. Раскопки никто не пытается провести. Максимум приехали криминалисты, взяли в кулесик те косточки, которые мы нашли. А сколько мы не нашли, никто не знает. Спасибо большое. Это только на паузе. Это только на паузе. Кладби на деньги. Кладби на деньги. Откуда вы знаете, там немецкие гости или... Да какая разница, это человеческие гости. Какая разница, какой национальный. Да тут дети похоронены. Что вы творите? Есть люди здесь? Мы показали, не понимают. Мы не знаем, что это за кости. Вы должны провести экспертизу. Как вы делаете заключение, что тут инфекция? Мы не знаем, мы подозреваем просто. А вы должны провести экспертизу и выяснить, что это за кости, чьи-то кости и почему они там. Завтра все эти работники и вы, в том числе, туберкулезом заболеете. Представляете, как вы рискуете? Это да. Начальство, конечно, хорошо. Да. А туберкулезы в Украине уже умирают. Это такая его обязанность. Потому что лечат так здорово. Нет. Так если бы еще лечили, позакрывали все в больнице. У вас как-то зафиксировать, наверное, что здесь найдено человечество? Я объяснил. Вызовите еще раз группу. А вы не можете? А что вы тогда здесь делаете? Вызовите еще группу. Хорошо. Группа вызвана. Должны два дать заявления. Вы слышите или нет? Я вас услышал. Пожалуйста. Ваша функция в чем заключается здесь? Вы находите здесь? Что вы делаете? Мы увидели, что техника работает и занимает грунт с того места, где ранее было заявлено, что находили кистки людские. И когда снова за чертовым ковшом мы увидели, что эти кистки появились, мы обратились к представникам милиции с тем, чтобы прекратить эти действия. Но представники милиции сказали, что они не в повноважении этого делать. Представили, что они нам не представили, а не отмолились. Представьте, скажите. Я казан собственный Олег Сергеевич. Вы кто? Зачем вам это? Я буду писать жалобу. Вы обязаны по закону милиции представиться и показать удостоверение свое? Представляю. Представляю. Что из меня делаете? Покажите удостоверение. Вы же удостоверили. На основании существующей Конституции я отказываюсь. Вы на службе. Это простые граждане не могут. Вы не можете. Там в законе предписано предписано. Очень ясно. О законе о милиции вы обязаны представиться. Если я подошел к вам на улице, правильно, должен представиться вам. На каком основании я вас остановил. Я вас не остановил, а нахожусь здесь. Я вас остановил. Я вижу, что преступление совершается, вы ничего не делаете. Назовитесь, пожалуйста. Отжидайте, пожалуйста, начальство. А зачем вы снимаете? Вы не нарушаете человеческие права. Я не нарушаю человеческие права. Я снимаю ситуацию. В УПК написано, запрещено снимать видео. Личную жизнь человека. Это не личная жизнь. Я не снимаю вашу личную жизнь. Вы же на службе какая-то. Вы на службе. Я снимаю ситуацию, которая возникла в качественной службе. Личную жизнь, если мы вас дома снимали. А может вы на службе? А вы тут личную жизнь? Вы УПК читали? Не лезьте дальше. Представьте сюда. Я Олег Перегон, пресс-секретарь экологической группы Печенеги. Сегодня 8.35 утра. Здесь собрались люди. Так как Верховная Рада издала свои решения. Комитет, точнее, экологии Верховной Рады издал решение о том, что требуется приостановка здесь работ до разбирательства в ситуации. И есть соответствующие приписы и Держекоинспекции Украины. Мы пришли посмотреть, как это выполняется. Работы велись и в 8.35 утра мы увидели, что просто на месте работ лежат человеческие кости. Затем к нам пришли харьковчане-старожилы, которые предупреждали об этом и городские власти, и заранее еще на этапе проекта, что тут нельзя строить. Оказывается, эта дорога пересекает три кладбища. Как нам сказали старожилы, здесь было и немецкое кладбище, и итальянское кладбище, на котором хоронили гражданских специалистов привлекаемых годы войны к работе на харьковских предприятиях. И также здесь есть туберкулезное кладбище. А туберкулезное кладбище – это то, так сказать, объект повышенной опасности. Милиция изъяли, они в мусорные пакеты бросали кости, просто в мусорные пакеты, забирали их и унесли. Мы спрашивали, а как же рядом, ведь рядом же тоже может быть десятки костей, ведь это, судя по всему, могилы. А может быть, это свежее убийство, мы же этого не знаем, только экспертиза может показать. Нам было отвечено, что сюда приглашены эксперты, сюда приглашены историки, которые будут дальше копать. Но никто не приехал, а между тем работы продолжались, и мы нашли здесь опять кости. Только сейчас. Нет, я только сейчас появилась. Скажите, пожалуйста, как ваша фамилия? Фамилия, пожалуйста. На задницу. Пожалуйста. И почему майор не представил? Как это быть казнение? Прочитайте. Катан, Михайло, Михайло. У вас проблемы. Я понял. Прочитаю. Катан. Да. Ну, у вас со зрением проблемы. С дельцами еще. Катан. Я не могу.